Библейский портал экзегет.ру представляет Пока о следующих событиях. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу, отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю, в видении начнем, Иаков, Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Почему здесь, в первом стихе, сказано о том, что Иаков принес жертвы Богу, отца своего Исаака. Свидетель Анзлатоуст пишет по этому поводу следующее цитата. Слыша это, научимся, чтобы предпринимаем ли что-либо, беремся ли за какое-либо дело, или отправляемся в путешествие, прежде всего возносить молитвенную жертву Господу. И не иначе, как и спросив его помощь, начинать предпринимаемое дело и таким образом подражать благочестию древних праведников. Так пишет свидетель Анзлатоуст и продолжает. И принес, сказано жертву Богу, отца своего Исаака, чтобы видно было, что он шел по следам отца своего, и это обнаруживал в служении Богу, подобно Исааку. Конец цитата. То есть, свидетель Анзлатоуст делает замечание и говорит, что очень важно подражать, как апостол Павел пишет, подражайте мне, как я Христу. Здесь прямое указание на преемственность. Мы знаем, что Русская Православная Церковь имеет такую преемственность от апостола Андрея Первозванного. И важно поступать по образу, как здесь спишет свидетель Анзлатоуст. То есть, подражать, предпринимать любое дело, начинать с молитвы и таким образом подражать благочестию древних праведников. Как говорит пророк Еремия, остановитесь на путях ваших. Это он обращается к сегодняшнему современному миру, который забегался в своих путях. Так и говорит, остановитесь на путях ваших и познайте, что есть путь древний. Это вера в прогресс. Сегодня она затмила умы многих людей. Все уверовали, что светлое какое-то будущее на земле, связанное с прогрессом, обязательно принесет счастье всему человечеству. Глубочайшая ошибка, о которой не раз уже притыкались и снова продолжают спотыкаться. Поэтому апостолы, поэтому пророк Еремия призывает, остановитесь на путях ваших и обратитесь к прежнему опыту. Даже в юриспруденции есть такое понятие, как прецедент. То есть, выносится какой-либо приговор человеку или какое-либо заключение только тогда, когда исследован прежний опыт. У нас совершенно отказались от прежнего опыта, совершенно сказали о том, что мы наш, мы новый мир построим. И до сих пор, а тот разрушен до основания одного. И до сих пор продолжают, несмотря на то, что у нас уже как другой политический строй, тем не менее, до сих пор продолжают жить по тезису того времени. Поэтому здесь, если не уходить так далеко от этой темы и посмотреть, что пишет апостол Павел в послании ученику своему Тимофею. Первая Тимофея, 3 глава, с 10 по 15 стих по поводу преемственности духовной. Первая Тимофея, 3, да, первая, сейчас посмотрим, или первая, вторая, вторая. Вторая, да, вторая Тимофея, 3 глава, с 10 стиха. А ты, говорит, пишет своему преемнику епископу Тимофею, ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконе, листрах, каковые гонения я перенес от всех, избавил меня Господь. Да и все, говорит, желающие жить благочестиво во Иисусе Христе, будут гонимы. Злые же люди-обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. «А ты, пребывай в том, чему научен, что тебе вверено, зная, кем ты научен». Вот эти слова, которые мы прочитали, что Иаков принес жертву отца своего, он знал, кем он был научен. Так и здесь апостол Павел говорит, знай, кем ты научен. Причем ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Какие важные слова. И с детства, говорит, знаешь священное писание, знаешь, чем руководствоваться. И Иаков, несмотря на то, что уже был и в зрелом возрасте, он помнил наставление отца своего. Поэтому и дни жизни его продлевались на земле. И продлились немало. Так и сказано в Пятой заповеди. «Почитай отца и мать, дабы продлились дни твоей жизни на земле». И мы прочитали несколько стихов, где сказано «Не бойся, иди в Египет». Эти события здесь рассказывают о том, что Израиль, то есть Иаков, возвращается к Иосифу, как мы помним из предыдущих глав. Возвращается к сыну своему. Поэтому он узнал, что Иосиф жив и идет навстречу к нему со всем своим семейством. В том числе и с Вениамином, сыном своим младшим, с братом единоутробным Иосифа. «Не бойся, — говорит, — сойти в Египет, я сойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно в конце». Господь говорит, не бойся входить в эту страну, в страну зла и порока, я оттуда выведу тебя. Но мы знаем, что на самом деле Иаков не вышел из Египта, он умер в Египте. О чем же здесь эти слова? Нет ли здесь ошибки в Священном Писании? Посмотрим истолкование Александрийских отцов. Климент Александрийского, например, он пишет по этому поводу следующая цитата. Но применительно к высказыванию, я и выведу тебя оттуда обратно в конце, полагаю, что, как мы сказали выше, оно означает, что в конце времен Его единородный Сын снизошел даже в преисподние места земли, как об этом сказано, что Христос сошел в преисподние земли в Новом Завете для спасения мира и первозданного земного человека вывел обратно оттуда. Ибо что Он сказал разбойнику? «Ныне же будешь со мной в раю». И обращаются как бы к нам, говорят, «Пойми, что это не к одному Ему относилось, но и ко всем святым, ради которых Он спустился в преисподнюю. Следовательно, в нем, скорее и полнее, нежели в Иакове, исполнятся слова «Я и выведу тебя оттуда обратно в конце». Конец цитаты. То есть, мы видим, что здесь прообраз Израиля. Мы помним, что Израиль — это не только Иаков, его имя поменялось, то есть видящий Бога. Тот, кто в своей жизни в Ветхом Завете видел Бога, видел всегда пути Господни перед собой, видел всегда промысел Божий. Насколько это человеку возможно видеть, к тому Христос снизошел, как сказано, в ад после своего, после субботы, после погребения пятницы, в субботу всходит в ад, и оттуда выводит души ветхозаветных праведников. Ибо в Ветхом Завете все сходили в ад до, ожидая пришествия и воскресения, первое пришествие и воскресения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Там пребывали люди, и об этом свидетельствует притча о богаче и Лазаре, что эти люди, праведники Ветхого Завета, всегда видевшие Бога в своей жизни и перед собой, руководствуясь Его законами, они там пребывали на лоне Аврааму, то ли в более облегченном состоянии, нежели все остальные грешники. Поэтому здесь так и сказано, что «я выведу тебя оттуда обратно в конце», полагаю, что, как мы сказали выше, оно означает, что в конце времен Его единородный Сын снизошел даже в преисподние места земли для спасения мира и первозданного земного человека. Мы знаем, что когда Христос воскрес, то отверзлись гробы, и многие праведники Ветхого Завета были восхищены со Христом в царстве Его. И мы читаем с вами, как прочитали далее, да, буквально здесь еще есть и таинственный смысл в этих словах, ну, если немного еще остановиться, вот, например, нельзя пропустить цитату Амбросия Медиаланского, свидетель, он пишет так, «ведь таинство», цитата, в том и заключается, что истинный Иосиф кладет, да, сказано, что, стоит прочитать все-таки, да, вот, «Иаков отправился из Версавии и повезли сыны Израиля и Ивака отца своего и детей своих и жен своих». Мы видим, что они все собираются в путь навстречу к Иосифу, прообраз Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сказано, что и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его, и взяли они скот и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, и Иаков и весь род его с ним, сынов и внуков, и тут перечисляются имена, и имена всех людей, 75 имен, всех душ, пришедших Иаком в Египет, 26 стив, которые произошли из чресла его, кроме жен Израилевых, всего 66 душ, сынов Иосифова, которые родились у него в Египте, две души всех, душ дома Иаколь, пришедших в Египет, 70, и Иуду послал он, 70, да, Иуду послал он перед собою, Иосиф, чтобы указать путь в Гесем, и пришел в землю Гесем, Иосиф запряг колесницу свою, и поехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и увидев его, пал на шее его, и долго плакал на шее его. Мы видим эту встречу Израиля, то есть Бога Отца, как бы прообразы Бога Сына, в то же время здесь прообраз и Израиля, пришедшего, приходящего ко Христу, то есть Израиля Ветхого Завета, как сказано в Священном Писании, и мы к этой теме еще вернемся, что весь Израиль спасется, о чем эти слова, и сказал Израиль Иосифу, умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив, и сказал Иосиф, братьев своим, и дом отца своего, я пойду извещу фараона, и скажу ему, братья мои, дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне, эти люди пастухи овец, скотоводы, мелкий крупный сход, если фараон призовет вас, скажите, какое занятие ваше, то вы скажете, мы рабы твои, скотоводами были в юности нашей до ныне, и мы отцы наши, чтобы вас поселили в Гесеме, в земле Гесеме, ибо мерзость для египтян, всякий пастух овец. Ну, вот такая история, ее было необходимо прочитать, чтобы нам с вами было понятно, о том, о чем здесь идет речь, прежде чем давать какие-то комментарии. Всех душ Иаковлева было, как сказано, 70. Вот Амбросий Медиаланский пишет по этому поводу, цитата, «Итак, в Египет пришли 70 душ». И еще видят некоторые комментаторы, что еще и 5 душ, здесь считают еще 5 человек, некоторые говорят 75. Как написано в духовном смысле, это число прощения, так как после такой жестокости, после стольких грехов, они считались бы недостойными, если бы им не дано было прощения грехов. Иуда, то есть исповедь, заблуждение, идет навстречу Иосифу. Народ иудейский, который собирается прийти, посылает его, как своего предвестника. Поэтому истинный Иосиф, то есть свидетель и вестник божества, встречает тех, кем раньше обладало вероломство, поскольку им уже предшествует исповедь. И далее продолжает. Ведь Христос есть вестник божества, ибо Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим Он явил, и в последние времена Он примет, смотрите, замечает, что означает весь Израиль спасется, И в последние времена Он примет усталый и пребывающий уже в старческом возрасте народ иудейский не по заслугам, не по заслугам, а по избранию своей благодати и положит руку на глаза его, чтобы убрать слепоту. Здесь сказано о том, что Израиль пришел и сказал, что ты закроешь рукой глаза мои, когда я умру. Так и здесь Амбросий Медиаланский пишет по заслугам, не по заслугам, а по избранию своей благодати и положит руку на глаза его, чтобы убрать слепоту. Да. Вот такое дает истолкование Амбросий Медиаланский на это событие. И можно даже прочитать еще немного, он здесь заключает так, вот, например, потому он отложил его исцеление, чтобы самым последним поверил тот, кто прежде не считал, что следует верить и потерять преимущественное право прежнего избрания. И здесь снова Амбросий Медиаланский приходит на новозаветные события, говорит, поэтому и апостол говорит, что слепота произошла в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как об этом сказано, как об этом сказано в книге, да, сейчас посмотрим, в деяниях апостолов, да, что весь Израиль спасется, и апостол Павлов, послание к римлянам, 11, 25, 26. Итак, деяние патриархов это таинство грядущих событий, ведь сам Иаков так говорит своим сыновьям, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни, сойдитесь и послушайте Израиля отца вашего. Конец цитаты. То есть, из всех этих событий, Амбросий Меделандский, и мы видим, что, помним с вами, что Ветхий Завет это детоводитель ко Христу, видит все события, встреча Иосифа, встреча Израиля, встреча Христа, спасение народа израильского, он видит, и слова здесь приводят апостола Павла, что весь Израиль спасется, действительно, как сказано в Священном Писании, что Господь пришел к своим, то есть, к Израилю, но свои его не приняли, и вот измучившись исполнением Ветхозаветного Закона, наверное, как говорит Амбросий Меделандский, святитель, уставшие уже от того, что пытаются исполнить все заповеди Божии, но мы знаем, что без Христа невозможно исполнить ни одну заповедь в полном смысле этого слова, поэтому святитель Амбросий Меделандский так и пишет, и в последние времена он примет усталый и пребывающий уже в старческом возрасте народ. Такие события разворачиваются здесь и пишет «Умру я, и теперь, увидев лицо твое, когда Иаков встречается с Иосифом, мы можем только представить себе какая-то была радость, когда он считал, что Иосифа уже нет в живых, о таких встречах и радостях я помню, мне рассказывала моя бабушка Шаманаева Марфа Константиновна, когда люди, Царство Небесное, первая моя наставница в вере, когда люди возвращались с войны, она рассказывала, сколько было радости в том селе, где они жили, в Воронежской области, и часто приходили похоронки, но и часто эти похоронки были недостоверными, то есть считали, что все уже, этих женщин звали солдатки, то есть они так и оставались, многие из них вдовствовали, и проходило даже и пять, говорило, и десять лет, и более, и люди потом находились, возвращались, и столько было радости, это был целый праздник на несколько дней, но, как она рассказывала, долго праздновать было некогда, потому что нужно было поднимать страну из руин. Здесь тоже мы видим эту такую радость, представьте себе, Иаков думал, что сына его уже нет в живых, потому все свидетельства ему принесли, мы помним, как братья продали его в рабство, мы помним, как Иосиф Бог сопровождал своим промыслом, потому что, как сказано, любящим Бога все содействует ко благу, и здесь мы видим вот эту встречу, что они плачут вместе, это слезы радости, это слезы встречи, и Иаков говорит, что и теперь я и готов и уже и умереть спокойно, что я знаю, что ты сын мой и наследник мой жив, и вот по этому поводу пишет тоже Кирилл Александрийский, Иаков воскликнул, цитата, увидев тебя, сын, умру я теперь, как бы в другом переводе, охотно. Нечто подобное обнаруживается и в нашем Иосифе, ведь и старец Симеон, этот почтенный отец по возрасту, а не потомству, когда увидел Христа, вот здесь описывает о сретении Господнем, когда увидел Христа по потомству, когда увидел Христа, из-за которого, будучи дряхлым старцем, он пребывал на этом свете, как и Иаков в Египте воскликнул, ныне отпущаешь раба твоего владыка по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасения твои. Также и здесь 75, он здесь обращает внимание на 75-й Псалом, и говорит, что гласит «Ведом в Иудее Бог у Израиля великого имя Его». То есть здесь еще как видим, что отцам Александрийской школы видится эта встреча как такая вот прообраз и сретения Господня Ветхого Завета и Нового Завета старца Симеона с Младенцем Христом, которого принесли ему. Мы помним всю эту историю, так я знаю, что вы все ее знают, просто напомню, что когда переводился Ветхий Завет и Симеон, один из толковников, один из 70 толковников, переводчиков, он хотел исправить книгу пророка Исаия, 7 глава 14 стих, где сказано «Се дева в очей примет и родит сына, нарекут им имя Эммануил, что значит с нами Бог». Он рассудил по-человечески и сказал «Если дева и если она родит, какая она уже дева? Она уже не Алма, как это звучит, девственница, а она уже женщина, и решил стереть это и исправить перевод. Но Господь сказал, что я послал ангела своего и как бы так метафорически можно сказать, что Господь сказал, что я тебя поставил не редактировать Священное Писание, а переводить. И ангел Господень сказал ему, что ты не умрешь, пока сам не увидишь это чудо непорочного зачатия, рождения Христа. И вот он говорит «ныне отпущаешь раба твоего по глаголу твоему с миром». То есть тогда, когда ему принесли младенца по еврейскому закону для посвящения Господу. И тогда он прожил почти 200 лет и только тогда умер. Поэтому он говорит «ныне отпущаешь». То есть «ныне я могу спокойно теперь умереть». Так и это прообраз этой встречи это Иосиф и Израиль. Да, интереснейшее здесь еще замечание в 34 стихе. Это последний стих этой главы, где сказано о том, скажите фараону, чтобы вас поселили в земле Гесем. Почему именно в земле Гесем? Преподобный Ефрем Сирин отвечает на этот вопрос и пишет так, цитата, «Иосиф велел говорить братьям перед фараоном, скотоводами были мы и отцы наши, чтобы фараон поселил их в земле Гесем, и чтобы через это они отделены были от поклоняющимся овцам и тельцам». Конец цитаты. Да, действительно, Египет был полон различных языческих идолов, там поклонялись и Нилу, и обожествляли фараона, и поклонялись и животным, и рыбам, и тельцу, как пишет Ефрем Сирин, то есть любой объект какой-либо такой, это религия пантеизма, где говорится о том, что Бог сотворил все своими имманациями, все истекло из Бога, а значит все, все, что мы видим вокруг, это есть Бог, то есть любое дерево, любой неодушевленный предмет, животные, все в той или иной степени имеют некую частичку имманации такой божества, то есть некой сущности божества. Православное догматическое богословие говорит иначе, что мы всегда разделяем понятие Бога-творца и творения. Преподобный Макарий Великий так и пишет «На какие бы высоты я ни зашел, а как бы я ни достиг твоего подобия, я всегда помню, что я творение, а ты творец. Ты горшечник, Господи, а я горшок». То есть мы всегда разделяем эти понятия, а язычество нет, оно обожествляет все предметы и животных. Поэтому Иосиф здесь заботится о своих братьев, как бы ни случилось так, что египтяне начали бы обожествлять, то есть он как отделены были от идолопоклоняющихся овцам и тельцам. И как бы они, Иосиф здесь заботится, чтобы как бы они не заразились этим идолопоклонством, что, впрочем, в истории народа израильского мы встречаем неоднократно. Поэтому Господь и посылал пророков для того, чтобы исправить их пути в поклонение единому и истинному Богу. Видим, что Иосиф благородство его души действительно прекрасный. Он не перестает заботиться о своих братьях, он забывает все обиды, о которых мы с вами говорили, и не только обиды, но и предательства. Мы знаем, что такая есть поговорка в мире «все прощу, а вот предательство не прощу». Иосиф как прообраз Христа старается простить своим братьям все. Точно так же, как и Господь Иисус Христос прообразом которым является Иосиф прекрасный пришел в этот мир, дабы найти и взыскать погибшее. Так мы ему и молимся в наших с вами молитвах, молитве «Отче наш, и прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». И вот этот образ, он удивителен сам по себе, что Иосиф велел говорить братьям перед фараоном, то есть он сказал, что надо сказать и отделяет их отдельно. То есть здесь снова и снова вспоминаются слова апостола Павла, «Кто своих о домашних не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». И мы видим, что Иосиф печется о своих братьях, печется о своих сестрах, пришедших в египетскую страну, дабы сохранить в них чистоту веры в единого и истинного Бога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!